Фонд Святой Екатерины приобрел и доставил в травматологию 23-й городской больницы новое так называемое силовое оборудование для лечения тяжелых травм скелета и поврежденных крупных суставов. На языке хирургов речь идет об артропластике и остеосинтезе, или говоря понятным языком, об операциях по восстановлению подвижности суставов и сращивании костей при тяжелых оскольчатых переломах. После того, как дарственные коробки и коробочки были распакованы, доктора тут же проверили новое оборудование, убедились в его надежности и без промедления взяли на вооружение. Как позже уточнил в комментариях зам главврача 23-й больницы Владислав Герасименко, их специалисты уже прошли инструктаж по эксплуатации. А новые технологии напрямую повлияют на качество и результативность операций. Это особенно важно в период пандемии, из-за которой нагрузка на травматологическое отделение резко возросла. В последние годы или год, скажем, во время пандемии поток пациентов на нашу больницу травматологического профиля резко вырос, в связи с чем потребовалась необходимость в таком оборудовании. Поскольку у нас имеется, ну скажем так, уже хороший опыт работы или сотрудничества с фондом Святой Екатерины, поэтому обратились с этой просьбой и, к нашему счастью, нам не отказали. 23-я больница – одна из немногих клиник города, которая не занималась ковидными пациентами и не отправляла врачей в красные зоны. Буднично продолжала оказывать плановую помощь профильного уклона. Правда, число пациентов возросло практически на треть. Если раньше мы говорили о 1200 пациентов, то вот эти вот 500-600 пациентов за прошлый год – это как раз и есть вот тот дополнительный объем, который на самом деле достаточно серьезно ударил по нашим возможностям. Из-за возросшей нагрузки больничное оборудование быстро изнашивается, и чтобы качество медицинской помощи оставалось на высоте, учредители фонда Святой Екатерины решили помочь врачам, уточнил директор благотворительной организации Александр Андреев. Не секрет, что с началом пандемии значительно возросла нагрузка на больницы, оказывающие плановую и экстренную медицинскую помощь. Именно поэтому учителями фонда Святой Екатерины было принято решение о приобретении хирургического оборудования для больницы номер 23. И я уверен, что это оборудование поможет спасти жизни наших горожан и жителей Свердловской области. К слову, за последние два года, отягощенные коронавирусом, учредители фонда Святой Екатерины, гендиректор УГМК Андрей Казицын, предсовета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компании «Симолэнд» Андрей Симоновский поддержали Свердловскую медицину на 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Продолжение следует...